Латышский народ или эстонский, литовский, их нельзя всех причесывать под одну гребенку. Немало было там и тех, кто и в годы Великой Отечественной войны, и после Великой Отечественной войны выступал против нацистской идеологии, кто боролся с лесными братьями. Иначе все же советская власть там никогда не была бы утверждена без опоры на местное население. Я даже вам такой пример приведу, что отец небезызвестной дали Гриба Ускайта, который, кстати, тоже является выходцем из комсомольско-партийной среды, вот он был служащим НКВД и участвовал в так называемых истребительных отрядах, которые занимались борьбой с этим пронацистским партизанским послевоенным движением. Понимаете, там все не так однозначно. Сейчас навязывается однозначная версия истории, потому что у руля потомки тех, кого когда-то прогнали и победили. Вот в чем дело. Но рано или поздно этот ответ однозначно будет. И могу сказать, что, конечно же, заокеанским покровителем нынешних прибалтийских властей, но они находятся далеко, и по большому счету прибалтийка всего лишь очередной какой-то театр противоборства с Российской Федерацией.